В России количество заявлений, поданных абитуриентами в педагогические вузы, возросло на 15% по сравнению с прошлым годом. Однако проблему нехватки учителей это не решит, считают эксперты отрасли. Уже сегодня кадровый дефицит в сфере школьного образования составляет порядка 250 тысяч человек. Такие данные со ссылкой на авторитетные источники приводит газета РУ. В регионах лишь порядка 10-20% выпускников профильных институтов остаются в профессии. Остальных отпугивают маленькие зарплаты, непонимание коллектива и пристальное внимание родителей. В ситуации разбирался наш корреспондент. Сегодня в банке вакансий интерактивного портала службы занятости населения Тверской области по запросу «Учитель» на 22 страницах представлено свыше 220 вакансий и 250 вакантных мест. Учителя физики, русского языка и литературы, математики, педагоги начальной школы требуются практически во всех муниципалитетах Верхневолжья. Зарплаты разные от 3000 рублей до 35. Понятно, что в областном центре предложения куда заманчивее, но и в районных центрах педагог может найти что-то по душе. Размер заработной платы в вопросах трудоустройства играет, пожалуй, главную роль. И речь не только о сфере образования. По данным Тверстата, средняя зарплата учителей в регионе за период с января по сентябрь 2021 года немногим больше 32 400 рублей. Понятно, что это, как говорится, средняя температура по больнице. Одним педагогам платят по 60 тысяч, у других зарплата едва дотягивает до мрот. Хорошо, если это зависит от результатов труда, а не от личного отношения руководителя учебного заведения. Сегодня базовая ставка учителя в нашем регионе по официальным данным около 9 тысяч рублей. У педагогов высшей категории, которые трудятся в сельских школах, она достигает 15 тысяч. Остальное – стимулирующие выплаты, которые распределяет директор. Зарплата среднего учителя формируется из оклада компенсационных и стимулирующих выплат. Причем оклады компенсационной выплаты относятся к базовой части фонда оплаты труда, которая обеспечивает постоянную часть зарплаты. К компенсационным относятся классное руководство, выплаты за проверку тетради, за квалификационную категорию. Но и к стимулирующим относятся выплаты за звание, поощрительные выплаты по итогам работы или единовременные выплаты, например, за высокие результаты работы. В любом случае понятно, что с точки зрения зарплат Тверскому региону сложно конкурировать с той же Москвой. По данным ряда СМИ, сегодня средняя заработная плата учителей в Москве достигла 122 тысяч рублей в месяц. При этом 3,5, а то и 4 тысячи учителей получают зарплату свыше 150 тысяч рублей. Однако далеко не все педагоги Тверской области стремятся занять место под солнцем в столице. И на то есть свои причины. Среди негативных факторов затраты на дорогу, высокие столичные цены. Кроме того, уезжая в другие регионы, учителя лишаются всего того, что им полагается в своем. Социальных гарантий, мер поддержки, в том числе и со стороны профсоюзных организаций. В Тверской областной организации профсоюза работников образования и науки ситуацию с кадрами в системе среднего образования называют сложной, но поправимой. Наш профсоюзный актив делает акцент на работу с педагогами, чтобы они закрепились в нашей Тверской области. У нас такой принцип, что каждый уехавший, покинувший свою школу Тверской области, это наше общее поражение. Каждый закрепившийся, это наша общая победа. И поэтому у нас в областной организации создан Совет молодых педагогов. Он объединяет молодых педагогов, которым не исполнилось 35 лет. Мы, конечно, радуем за то, чтобы люди оставались у нас в области, работали. И пытаемся объяснять, что за границей области зарплаты выше, но расходы намного дороже. По мнению самих педагогов, переломить ситуацию можно несколькими способами. Во-первых, базовый оклад учителя должен быть порядка 25 тысяч рублей. Тогда из-за подработки очередь выстроится, ведь стимулирующие выплаты чаще всего прибавляют как процент от оклада. Во-вторых, считают представители отрасли, государство должно снизить разницу в стоимости обучения одного ребенка в разных регионах. Сейчас даже экономия. Тверские школы не могут конкурировать с московскими, где на ученика дают в четыре раза больше. В итоге специалисты уезжают в столицу. Некоторые хотят, чтобы вернулась прежняя система оплаты труда, когда заработок каждого зависел от стажа и категории, а не от результативности, которая не всегда понятна. Грустно, но многие педагоги, чтобы прокормить семью, проводят по шесть уроков в день. В обед подтягивают двоечников, а уложив своих детей, ночами проверяют тетради. При этом им категорически не рекомендуется болеть и на кого-либо обижаться.